Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Ни операций, ни инфарктов, зато с информбомбами. Чем запомнится суд над главой ГФС Насировым? Украина против России. Международный трибунал ООН в Гаге начал рассмотрение иска. Пчелы против меда. Кто неожиданно для организаторов торговой блокады передумал поддерживать протест. 50 оттенков фиона. На что готовы кандидаты в президенты Франции ради победы? Украинский суд самый гуманный суд в мире. Как минимум он способен за считанные часы поставить на ноги тяжелобольного. Медицинско-судебная эпопея с Романом Насировым продолжается. Но прежде чем рассказать о еще одном дне из жизни этого пациента, напомню вкратце историю болезни, которая по странному стечению обстоятельств настигла его одновременно с обвинениями НАБУ. Итак, еще в четверг Насиров в реанимации. В критическом состоянии. Якобы с инфарктом. В пятницу его увозят в институт кардиологии. Почему-то без медицинских документов. Оттуда на каталке в суд. Избирать меру пресечения. Но слушанги никак не начнутся. Проверяют, не заминировано ли здание суда. В воскресенье снова не могут принять решение. Защита потребовала отвода судьи. А дежурного в выходной просто нет. Нет. Больной то приходит в себя, то снова теряет сознание. Меняются на нем только футболки да одеяльца. Здание суда заблокировали активисты и народные депутаты. И вот сегодня Насиров встал и пошел. И слушания продолжаются прямо в эти минуты. В здании суда находится моя коллега Анна Каменева. От нее узнаем последние подробности. Аня, здравствуй. Как проходит процесс и в каком состоянии Насиров сейчас? Добрый вечер. Заседание суда действительно все еще продолжается. Уже 10-й час. Но до сих пор не дошли до основного вопроса. Рассмотрение именно меры пресечения подозреваемому Роману Насирову. Все это время адвокаты и прокуроры подавали разного рода ходатайства и заявления. К примеру, допросили свидетеля обвинения по этому делу. Это врач института кардиологии имени Строжеска. Именно там, 4 марта, медики дополнительно обследовали господина Насирова. На момент осмотра никаких объективных данных о роде жизни мы не можем. Поэтому мы зафиксировали наши. Гипертоническая болезнь в нашей стране страдает 12 миллионов человек. 20% вызовов скорой помощи в течение года это больные по поводу гипертонического кризиса. Тем не менее, все эти люди находятся, часть из них работают, часть из них на пенсии, часть из них выполняют все функции, страдают от такой болезни. Но на мой взгляд, это не является серьезным ограничением. Защита сразу же заявила, дескать, врач без разрешения самого Насирова рассказал его диагноз. А еще врач, который осматривал подозреваемого, не может якобы являться свидетелем в суде. И попросили адвоката, судью задержать врача прямо в зале заседания. Однако врач от этого отказался, никто никого не задерживал. Судья объявил небольшой перерыв для того, чтобы подготовиться к просмотру видео, отснятого НАБУ во время задержания и оглашения подозрения господину Насирову. Однако этому помешал анонимный звонок в полицию о том, что якобы здание суда заминировано. Позвонили где-то в 17.30, правоохранители попросили всех покинуть здание суда. Однако некоторые пожелали остаться. Тут остаются сотрудники НАБУ. Шановные народные депутаты, которые могут тоже написать расписку, что они не боятся. Все, давайте оставим помещение на час. Уже приехали в бюготехники. Мы не знаем, какие выходы, входы из строительства. Поэтому у нас сейчас домовленность, что мы действительно будем какая-то часть на людей. Если нужно, будет такая проверка, выйдет. Разом с тем, что я с моим коллегой Андреем зайдем к пану Насирову, просто чтобы иметь визуальный контакт, чтобы увидеть, что с ним все нормально, что все доброе. Ну вот спустя 40 минут всех запустили назад в здание суда. Вызов оказался ложным. После перерыва прокуроры вышли с громким заявлением. Буквально в перерыве до заседаний было отримано официальная информация, что у пана Насирова есть еще один граждан, и у него есть гражданин в Великой Литературе. Опа! У них было отримано гражданин в сроке 2012 года. Это был ументируемый, 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 что касается государства Британии, угражданин в Союзе было отримано одно, буквально. Кроме того, по данным рапорта детектива НАБУ у Насирова есть еще одно гражданство. Он гражданин, якобы гражданин в Венгрии. На вопрос судей к Насирову, действительно ли у него есть паспорт гражданина Британии, тот ответил, что он гражданин Украины. На что все присутствующие в зале почему-то рассмеялись. Ну, судья в итоге ушел на перерыв на 15 минут, чтобы изучить дополнительные материалы. И вот только-только вернулись в зал суда, чтобы продолжить рассмотрение дела. Сейчас как раз будут смотреть, готовятся рассматривать видеоматериал о том, как же вручали подозрения самому Насирову и как его задерживали в больнице Феофании. Мы следим за этими событиями и обязательно вам все расскажем в дальнейшем выпуске. Давай договоримся, Аня, что ты нам расскажешь об этом через полчаса. Мы обязательно тебя включим в эфир во второй части выпуска. Это была Анна Каменева и мы с ней не прощаемся сегодня. И все-таки еще раз вспомним, как прошел этот день, который был полон судебными перипетиями. Вся хроника разбирательств в суде в материале Александра Васильченко. Возле Соломинского райсуда столицы яблоку негде упасть. Здесь не то, что проехать, пройти невозможно. Активисты, недовольные переносом судебного заседания, перекрыли выходы из помещения. Ворота заблокированы автомобилями. После полуночи к митингующим выходят адвокаты Насирова. Требуют присутствия руководителей НАБУ и САП. Затем зачитывают заявление подопечного. Я, Насиров Роман Михайлович, фактически могу рассматривать вольный. Таким образом, могу покинуть строительство судов. Однако, принимаю внимание общественный резонанс, который возник вокруг этой криминальной дела, частью которой он является, проявить громадскую оценку и всячески продемонстрировать свою готовность, сотрудничество со следствием и без всяких сомнений не покидайте межи Украины. Он себя не считает винным. В 12 часов ночи истекает трехдневный срок содержания подозреваемого под стражей. Насирова объявляют. Он свободен. Когда сотрудники НАБУ голосовали пану Насирову, что он вольный и может вольно пересуваться, он пытался встать из лечка сразу, но адвокаты попросили лежать больше раз. Но покинуть помещение фискалу так и не удается. По словам нардепов, сотрудники НАБУ так и не поддались на уловки адвокатов. Зараз, когда завершились эти 72 часа, они сами попросили, чтобы с паном Насировым провели следственные действия. То есть, допыт, например. Слово в том, чтобы провести такой допыт, следственным НАБУ нужно было бы его вывозить из этой строительства. Уже утром журналисты видят Насирова сидящим в судейском кресле. Спустя пару часов в сопровождении адвокатов и медиков он выходит из зала суда. Вид у подозреваемого изнеможденный, руки перебинтованы, на вопросы не отвечает. Спустя полчаса начинается заседание по отводу судей. В зале разговоры вокруг здоровья Насирова и возможности его присутствия на заседании. Такую позицию адвоката вчера не поддержал судья Бобровник. За что его обвинили в предвзятости. Позже судья выносит решение. Бобровник продолжит вести дело Насирова. Адвокаты заявляют о таком вердикте знали. Мы знали, что отвод не будет задоволен. Единственное наше намагание – это обратить внимание главного судья Бобровника, который рассматривает 99% колпотаний специализированной антикоррупционной прокуратуры, что хотя бы несколько колпотаний нужно рассматривать с неопередженным ставлением до старин в процессе. По мнению прокурора, входотайство защитников было необоснованным. Они просто затягивают время. После возобновления судебного процесса защита теперь ходатайствует от судмедэкспертизе. Прокуроры отвергают это требованием. Позже на заседании представители Института кардиологии министр Жеско заявили, у Насирова был гипертонический криз. И это не помеха для участия в заседании. О том, что инфаркта не было, теперь открыто говорят и адвокаты. Но при этом обвиняют НАБУ в многочисленных нарушениях при вручении подозрения. И требуют обнародовать видео, где обвинение зачитывается подозреваемому, который находится без сознания. У нас хорошие видеозаписы. И поэтому мы для своего бога забезпечим техническую возможность передать видеозапису в вручение подозрения. Тем временем на улице продолжается митинг. Активисты говорят, будут блокировать суд до тех пор, пока Насирова не изберут меру пресечения. Такие люди, как Роман Насиров, не выйдут звезды, не отримавши належную судовую выручку. И я сподіваюся, что наши хлопцы, которые тут находятся, которые блокуют разом с другими громадскими активистами, мы приняли абсолютно решение, что Роман Насиров выйдет лише с повесткой подальше свою строкату, полосату життя. В свою очередь прокуроры заявляют, удерживать Насирова силой не собираются, и слежки никакой не будет. От суда просят меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 2 миллиарда гривен. Александр Васильченко, Иван Ермаку. Подробности телеканал Интер. А президент сегодня заявил, что его не информировали об объявлении подозрений руководителю ГФС. И подчеркнул, что то, что задержание одного из топ-чиновников совершили без ведома главы государства, свидетельствует о независимости антикоррупционной системы в Украине. Это очень ярким примером. Первое, что в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура. Второе, ярким доказом того, что эта антикоррупционная инфраструктура абсолютно независимна. На сегодняшний день предъявление подозрений одному из руководителей точно делает это без информации президента. Высказались относительно дела Насирова и международные дипломаты. Так, на своей странице в Твиттере посольство Германии в Украине указало, что залогом успешного развития страны является эффективное правосудие и уголовное преследование. А пресс-служба американского представительства заявила о необходимости создания антикоррупционных судов в Украине и что эта необходимость становится все более очевидной. Рекомендация США срочно создать антикоррупционный суд это вмешательство во внутренние дела нашей страны. Так расценил главный радикал Олег Лешко сегодняшнее сообщение американского посольства. Об этом он тоже написал в Твиттере. А на своей странице в Фейсбук высказался более пространно. Цитирую. Ни одно уважающее себя суверенное государство не позволило бы ничего подобного ни одному иностранному посольству либо правительству. Правда, неясно, почему лидер фракции делает столь резкое заявление в адрес иностранных дипломатов. Это останется загадкой. Как бы там ни было вопросов в связи с делом Насерова достаточно много. Причем, как говорят эксперты, ко всем участникам этого процесса. К детективам НАБУ, которые вручали подозрения после 10 вечера, что противоречит процессуальным нормам. К адвокатам, которые открыто признали, что инфаркта у их подопечного не было. К медикам, которые спустя сутки после истечения срока задержания вынесли свой вердикт. Да и к участникам акции, которые заблокировали Насерова на сутки в зале суда. Давайте послушаем, что говорят политологи. Дело Насерова обернется для страны колоссальными репутационными рисками. Я не говорю о том, что факт давления на суд, который неприемлемый для европейской судебной практики, увидели и в том числе и дипломаты, и европейские политики. И даже если взять юридические перспективы этого дела, скорее всего, потому как к нему подошло Национальное интергрупционное бюро, скорее всего, это дело развалится в европейском суде про права человека. Сегодня государственная фискальная служба за своей вагой, ресурсностью, это, мабуть, там входят в топ-3 или топ-5 точно украинских министерств, контролирует податковые и митные надходления. Кто контролирует эту службу, имеет стратегические преимущества на передо мной возможных достроковых парламентских выборов. Эта справа Насерова таким соби темным покровом, покривалом оттеняет за увагу суспільство и очень много важных вещей, которые происходят. Это блокады на Донбассе, справа Марушевской. И к ситуации с блокадой. Сегодня в некоторых городах Донецкой области прошли митинги против торговой блокады с оккупированной частью Донбасса. В то же время ее участники продолжают перекрывать железнодорожное сообщение с Ордло. Подробнее о тех, кто за и кто против, расскажет наш корреспондент Руслан Смещук. Он с нами на связи в Донецкой области. Руслан, здравствуй. Что сегодня происходило на блокпостах и не только? Наталья, первая акция противников блокады прошла во фронтовой Авдеевке. Несколько сотен горожан собрались в центре города. В основном это были сотрудники Авдеевского Коксахима. Люди говорят, блокада угрожает полной остановкой предприятия, от которого там зависит ну очень много электричества, водоснабжения, отопления и самое главное, рабочие места и зарплаты. Город будет мертвый, ни отопления не будет, ничего. Нам все дает завод. Блокадники, которые перекрыли дороги, делают плохо всем. Не только нам, и всей Украине, да, потому что у нас только за февраль месяц убытки по предприятию 178 миллионов гривен. Это из-за недопоставок углей. Март месяц будет еще хуже, еще больше. Это одна, как говорится, проблема. Вторая проблема – это Зуевская ТЭС, с которой получают электронерию и город, и предприятие. Там запаса угля осталось, ну, скажем так, немного, да. Поэтому, если оно станет, то тогда уже будет финиш всему, крах. А уже через несколько часов подобная акция прошла в Краматорске. Там, на центральной площади, собралось до тысячи горожан, противников блокады. Пришли туда и их оппоненты. Мы промышленный город, у нас страдают предприятия из-за этого. У нас становится первославный завод Краматорский, который уже практически персоналит свою работу из-за такого действия. Творба Краматорска. А также... Также хочу добавить, что в этих акциях участие приняли и несколько нардепов от разных фракций, полицил, говорили об опасности блокады для экономики Украины. Нардепы пообещали уже сегодня встретиться с участниками блокады и попытаться убедить их вернуться домой. Вот только почему парламентарии решили высказать свою позицию только сейчас. Спустя полтора месяца после начала блокады непонятно. Студия. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук. У сегодняшней ситуации вокруг торговой блокады. В зоне АТО за минувшие сутки погиб один боец. Двое получили ранения. Напряжение не спадает. Из-за обстрелов сегодня аварийно был остановлен Авдеевский коксохимический завод. Через час сотрудникам удалось возобновить работу, восстановить энергоснабжение города. Все подробности об этом узнаем у Ирины Баглай. Что это? Така. На промзоне тишины не бывает практически никогда после утреннего минометного обстрела. Сейчас слышно, как идет ближний бой и боевики используют при этом ручные противотанковые гранатометы. С крайней позиции танк не разглядеть, даже если рискнуть и подняться над укрытием. До 28 выстрелов. А это полный боекомплект. Танки противника выпускают с закрытых позиций, чтобы военные не могли их подбить. Армейцы снова устояли без потерь и подавили огонь врага. Потери у противника. Правда, вчера пришлось работать на два фронта. Боевики зажигательными пулями подожгли одно из помещений. Отработал утес по нашему этажу и там загорелась резина всякая такая. Мы это начали хотели потушить, но потушить не возможно было. Было здоровье в пламя. Огонь вспыхивал еще и сегодня. Доказательства обстрелов на промзоне повсюду. По словам Басурина, это не запрещенный минский 28-7-62. А пожарьте я думаю, что это 150 труб. Это то, что буквально за 5 минут на промзоне мне удалось. Ну, это все свежее. Это точно танк. Это 120 швы союза все мины. Вот танк, артиллерия и 120. Это то, что работает постоянно. Из-за таких обстрелов сегодня аварийно остановился коксохимический завод. В течение часа, как сообщил директор Мусам Магомедов, с помощью генератора удалось запустить газодувную машину и возобновить выдачу кокса. Город снова отапливается заводом. Для полноценного же возобновления энергоснабжения Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции необходимо устранить повреждения на линиях. Это возможно только в режиме тишины. Сегодня обстрелы так и не прекратились. В Авдеевке, надеются, ремонтники смогут добраться до места аварии уже завтра. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Занинской области, подробности, телеканал Интер. В Гаге сегодня начали рассмотрение иска Украины против России. Дело касается терроризма на Донбассе и дискриминации крымских татар в оккупированном Крыму. В Нидерландах сейчас находится Елена Зорина. Все подробности первого судебного дня узнаем у нее. Лена, здравствуй. Как прошло это заседание и когда стоит ожидать решения? Да, Наташа, добрый вечер. Ну, сразу хочу сказать, что это первое такое юридическое закрепление обязательств России по выполнению конвенции. И весьма символично, что говорят о военных преступлениях во Дворце мира. Именно так называется здание Международного суда ООН. Украинский правовой ответ на политику России в отношении Донбасса довольно весомый. Делегации приехали не с пустыми руками, с десятками папок, где содержатся доказательства. В частности, здесь обстрел мирного населения в Мариуполе, и Краматорске, автобусов вблизи Волновахи, сбитого малазийского Боинга MH17 и более свежие случаи, как, например, в Авдеевке. В течение двух месяцев с начала 2017-го количество снарядов, которые использовали для обстрела в Авдеевке, оценивается на уровне 15 тысяч единиц. Тысячи невинных украинцев уже прочувствовали на себе смертоносные атаки, а миллионы остаются под неотвратимой угрозой. Предшествовало рассмотрение дипломатическое рукопожатие обеих сторон. Украинскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Гелена Зеркаль. Приехала она не одна с ней. Представители генпрокуратуры, СБУ, администрации президента. За Москву ответ держит тоже дипломат, бывший посол России в Нидерландах Роман Колодкин. Сегодня в суде был так называемый День Украины. Говорили представители Киева. Цель этих слушаний ввести временные меры. Это решение по прогнозам наших дипломатов может появиться уже в течение месяца. Аналогичное дело, к слову сказать, по обращению Грузии было рассмотрено в течение трех недель. Мы просим Россию перш за все забезпечить выполнение двух международных конвенций. А в связи с этим забезпечить, например, контроль на кордоне, вывести все озброение из ЛНР и ДНР. Мы просим забезпечить права крымско-татарского и украинского населения в Крыму. Уже завтра слово будет за Россией. Российские дипломаты приехали также не с пустыми руками, а с множеством документов. Часть передали только в минувшую пятницу, еще часть сегодня. Что в них неизвестно, российская делегация от общения с прессой сегодня отказалась. Что же касается сути этого процесса, то он может затянуться на годы. К примеру, в украинском Минюсте уже озвучили сроки в 5-7 лет. И главный вопрос, выполнит ли Россия это решение, каким бы оно не было. Мы будем следить за этим процессом. Наталья. Спасибо, Лена. Елена Зорина о том, что Международный суд ООН начал рассмотрение иска Украины против России. Ветераны АТО требуют отставки власти в СМЕ или Черкасской области. Они обвиняют секретаря Горсовета, который уже год исполняет обязанности мэра и членов исполкома в коррупции. Сегодня несколько сотен недовольных горожан начали у здания мэрии бессрочную акцию протеста. С ними пообщался Станислав Кухарчук. Давайте посмотрим. Утро понедельника в мэрии Смилы явно не заладилось. К началу рабочего дня под горы с полкомом стали собираться люди с флагами и плакатами. АТО Требования пикетчиков полная перезагрузка местной власти. Говорят, после импичмента граммоначальнику власть узурпировал секретарь Горсовета. Хозяйничает уже год. Активисты обвиняют чиновников коррупции. Илья Слободянок показывает документы, которые стали последней каплей для горожан. На конец минулого року уже пан Федеренко так зажерился трошки, что проголосовал сам, вчинив коррупционные деяния. Наши 100% в зарплату себе менял. Еще месяц. Просто так. Леонид ушел на фронт добровольцем одним из первых еще в апреле 2014-го. Думал, что дома власти будут помогать таким, как он. Два года назад вместе с товарищами атошниками решили открыть магазин для бойцов-ветеранов. Пошли в мэрию, попросили выделить участок. Им отказали. Видимо, получили более выгодное предложение. Теперь здесь ларек. Нам отмолвили. Нам сказали, что тут, на этом месте проходит коммуникация города и тут заборонено строить. Потом я уехал опять в АТО, но через время, когда я приехал, я увидел, что тут. С чистым листом и ручкой митингующие отправились в кабинет секретаря, чтобы тот написал заявление об отставке. Не обращая внимания на акцию протеста, Виктор Федоренко проводил срочное совещание. Все обвинения в свой адрес называют клеветой. Заявление чиновник писать отказался наотрез. Прервав совещание, он вышел к митингующим и, пользуясь случаем, решил публично отчитаться о проделанной работе. Начал с поздравлений. Отчет секретаря митингующую слушать не захотели. Уйти в отставку Федоренко все же пообещал, но после того, как за это проголосуют депутаты горсовета. В ответ горожане объявили свой митинг бессрочным. Ближе к обеду начали устанавливать палатки. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Для расследования трагедии на шахте Степная расширили правительственную комиссию. Об этом заявил министр регионального развития Геннадий Зубком. В ее состав включили представители Минюста, Минэкономразвития, а также Минтоплива и Энергетики. Сейчас к шахте нет доступа, на месте работают спасатели. Что же касается пострадавших, то в больницах Львова до сих пор находятся 23 человека. Их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. Я напомню, 2 марта во Львовской области. В результате трагедии на шахте погибли 8 горняков. По предварительным данным взорвалась воздушно-метановая смесь на глубине более 500 метров. Правительственная комиссия проверит безопасность на всех предприятиях этой отрасли, поскольку в момент аварии на Степной не сработала ни одна из систем сигнализации, которая должна была предупредить шахтеров об опасности. Кроме того, Геннадий Зубко заявил также, что в последние несколько лет в Украине катастрофически упала добыча угля, и ситуация в этой сфере критическая. А вот бывший премьер убежден в успешности своей работы. Арсений Яценюк дал неоднозначное интервью для BBC. В 20-ти минутной программе «Хатток» Яценюк, в частности, рассказал ведущему Стивену Сахуру о своем состоянии в миллион долларов и выразил убеждение, что его правительству удалось достичь многого. У вас было три года, чтобы что-то изменить, и все вы вместе полностью провалили решение этих проблем. Мы подняли налоги, тем самым мы пошатнули позиции украинских олигархов. Мы многого достигли. Вы действительно в это верите? Да. Потому что украинский народ нет. Украинский народ выразил вам доверие только в 2% и видят в вас не столько решение проблемы, сколько часть самой проблемы. Гадание на кандидатов в президенты Франции продолжается. Республиканцы никак не могут определиться, кто умный, а кто красивый. Да и претенденты не торопятся сходить с дистанции. Франсуа Фионе, например, не смущает ни критика однопартийцев, ни судебные разборки. Дотянет ли он до выборов или на его месте мы увидим что-то очень плохо забытое старое, расскажет наш Сапкор Светлана Чернецкая. Он стремительно теряет поддержку соратников и избирателей, чтобы доказать свою значимость. Франсуа Фион даже созывает митинги в свою поддержку. Кандидат в президенты Франции от республиканцев не устает повторять, не покинет гонку ни в коем случае. Несмотря на то, что вскоре предстанет перед следователями по делу о незаконных выплатах из государственного бюджета своей жене и детям. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве супруги, а также незаконной выплате гонораров сыну и дочке. Обвинения довольно серьезные. В любой момент они могут обернуться уголовным преследованием. Я не вижу никаких причин для выхода из президентской гонки. Более того, я уверен, что снятие моей кандидатуры заведет мою семью, я имею ввиду правоцентристов, политический тупик. Сегодня, за 50 дней до выборов, любой кандидат обречен на провал. Но партийная верхушка готова поспорить с этим утверждением. Лидеры и республиканцы встречаются этим вечером, чтобы определиться с дальнейшим планом действий. Возможность замены Фиона очень высока. Самым вероятным преемником называют мэра города Бордо Алана Жупе. На праймерис республиканцев он был вторым. Но сегодня утром Жупе заявил, что не собирается быть планом Б и баллотироваться в президенты точно не будет. Еще и обрушился с разгромной критикой на Фиона. Какая потеря со стороны правоцентристов? После праймерис перед Фионом была открыта большая дорога. И я не раз обещал ему свою поддержку. Но судебные расследования, разговоры Фиона о заговоре и политическом заказе завели его в тупик. И вот сейчас на сцену выходит бывший президент Франции Николай Саркази. Он созывает трехсторонние переговоры с Фионом и Жупе. Этим политиком Саркази проиграл республиканские праймерис. Но в таком поистине отчаянном положении возвращение экс-президента никого бы не удивило. Другой вопрос, что он вряд ли выйдет даже во второй тур. В этом случае победу в первом туре прогнозируют кандидату от левых сил Марин Липен и независимому кандидату Эммануэлю Макрону. Голосование за нового главу страны состоится уже 23 апреля. Сейчас сложилась совершенно нетипичная для Франции ситуация. Меньше чем за два месяца до выборов президентский пассианс совершенно непредсказуем. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробности Европейское бюро телеканала Интер. И пост выборной страсти в Соединенных Штатах. Здесь разгорается скандал, который уже сравнивают с Фотергейтом. Так кто же следил за Трампом? О прослушке и ее последствиях подробнее Дмитрия Нопченко. Когда в минувшую субботу Дональд Трамп написал вот этот твит. Дескать, президент Обама прослушивал Насколько серьезный скандал начнется? Уже подключились и Сенат, и ФБР, и Минюст. Спецслужбы растеряны. Фокс Ньюз выяснил, что президент не консультировался ни с кем из силовиков, прежде чем выступить с обвинениями. Директор ФБР Джеймс Коми попросил Министерство юстиции о публичном опровержении. Дескать, все это ложь. Опровержения посыпались и от команды Обамы, и в телеэфире. Может это и удивит нынешних обитателей Белого дома, но у президента США нет в таких полномочий давать команды о прослушке кого бы то ни было. И чуть позже официальное заявление сделали. Дескать, распоряжений о слежке за кем-либо из американских граждан ни президент, ни любой другой чиновник Белого дома не давали. После такого вала опровержений могло показаться, что Дональд Трамп погорячился в свойственной ему манере поспешил с обвинениями. Но сейчас появляется все больше и больше доказательств, что кандидат номер один в ходе этой избирательной гонки действительно был под колпаком. Сначала такую вероятность признал Майкл Маккейси, генпрокурор времен Буша-младшего. Человек невероятно информированный. Думаю, он прав в том, что велась слежка. Возможно, были какие-то основания полагать, что кто-то в Трамп-тауэр действует как русский агент. И ФБР начало действовать. По версии бывшего генпрокурора, и его ближайших советников. И прослушивать нью-йоркскую штаб-квартиру кандидата, знаменитый Трамп-тауэр, где находились его избирательный штаб и апартаменты. Эти отчеты действительно могли ложиться на стол Бараку Обаме. А еще попасть к команде Хиллари Клинтон. Если это правда, то становится понятно, откуда пресса теперь берет материалы для сенсационных разоблачений, которые практически каждый день появляются в ведущих газетах. И о переговорах генерала Флина с российским послом и о встречах с этим же дипломатом других членов команды Трампа видимо из материалов прослушки, которые после отставки Обамы теперь оказались у демократов. Так ли это? Выяснит теперь Сенатский комитет по разведке, где начнут официальное расследование. У этой структуры есть полномочия вызывать для показаний под притягой любых чиновников, и действующих, и бывших. Сам же Трамп сравнивает эту ситуацию со знаменитым вотергейтским скандалом 1972 года, которая привела к отставке Никсона. Или он ввиду, что его импичмента добиваются? Или ожидает, что происходящее позволит похоронить его противников? Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. К слову, президент США подписал повторный указ о запрете въезда гражданам мусульманских государств на 90 дней. На этот раз в этом списке 6 стран, Ирак из него исключили, и обладателям действующих виз США дорогу перекрывать не будут. Запрет также коснется беженцев, прием которых приостановлен на 120 дней. Напомню, предыдущий указ Трампа признал незаконным Федеральный суд Соединенных Штатов, и по всей стране тогда прокатилась волна демонстраций против такого решения президента. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Лес рубят, щепки летят. Кого подозревают в расхищении зеленых угодий? На Берлин. К чему приведет дипломатическая перепалка между Эрдоганом и немецкими чиновниками? Дело 2 мая до сих пор не расследовано. В этой части, в той части, что касается пожара в Доме профсоюзов, нет ни задержанных, ни даже подозреваемых. Об этом в Одессе говорили сегодня нардепы от оппозиционного блока. Юрий Бойко возложил цветы к месту трагедии в память о жертвах пожара. Напомню, тогда погибли 42 человека. По словам народного депутата, вот уже практически три года следствие топчется на месте. Юристы оппозиционного блока помогли родственникам погибших подготовить иски в Европейский суд по правам человека, и недавно суд принял эти документы к рассмотрению. Только там, считают, оппозиционеры можно рассчитывать на объективное разбирательство по делу о майской трагедии. Сегодняшняя власть не делает ничего для того, чтобы наказать виновных в этой страшной трагедии. И мы считаем, что Европейский суд по правам человека это тот орган, который заставит правоохранительные органы нашей страны арестовать тех, кто натворил это страшное злодеяние. Поскольку мы понимаем все, что подобные злодеяния срока давности не имеют. И та трагедия, которая произошла здесь, когда на этом месте погибли почти 50 человек, и никто за это не понес ответственность, мы дальше будем контролировать прохождение этого суда и будем поддерживать родственников тех людей, которые здесь погибли. В нормальном европейском государстве главная ценность это человеческая жизнь и соответственно если погибли люди, то это нужно расследовать и эта трагедия находится в одном ряду с трагедией жертв на Майдане и это одна из самых таких страшных страниц в истории Одессы. Десять чиновников лесного хозяйства задержали в Ривном. Такое кромкое заявление в Фейсбуке сделал глава МВД. Кто они и на самом ли деле их задержали выясняла Инна Белецкая. 15 тысяч евро и 5 тысяч долларов с такими суммами лесников задержали в Ривне написал министр внутренних дел. Деньги по его информации взятка проверяющим из Гослесагентства. На заявление главы МВД сразу же реагирует исполняющая обязанности руководителя агентства и тоже в Фейсбуке. Кристина Юшкевич пишет что вся система прогнила и требует очищения. Мол уволенные пытаются сохранить коррупционные схемы и помогают им в этом деле те кто пришел вместо них. Можно сказать шокованы такой проверкой таким затриманием. Важко зрозуметь пояснить и сказать что правдивое. В Ривнецком управлении лесного хозяйства пустые кабинеты здесь раньше работал начальник Владимир Грисайчук уволился месяц назад но табличку до сих пор не сняли. Предположительно он один из тех кого задержали. у нас был начальник и есть там депутаты областной рады. чувал ветеранцы 15 тысяч начальники Владимирецкого Сарнинского Березновского Клесовского Костопольского Ривненского Клеванского Острожского Ракитненского лесхоза. Инна Белецкая Николая Василюк подробности телеканал Интер Ривне. Ну а львовский мусор уже почти год колесит по всей стране и похоже на карте осталось совсем немного областей где он еще не побывал. Машины с отходами задерживали и в западных регионах и в центральных и на юге сегодня мусор доехал до Кировоградской области. Как его встретили там узнаем от Елены Брынзы. Трасса Кропивницкий Александрия поворот на село Диковка где находится женский монастырь до ближайших населенных пунктов не меньше 5 километров людей здесь нет да и проезжающие машины редкость вокруг поля и лесопосадки именно здесь сегодня ночью появилась двухметровая гора мусора обнаружил ее работник сельхозпредприятия который и вызвал полицию то что мусор из Львова сомнений нет здесь и школьные тетради и чеки из магазинов С какой-то стороны можно понять жителей Львова и можно понять их проблемы которые у них существуют но с другой стороны это конечно недопустимо вот так втихаря будем говорить подбрасывать мусор туда где ему не место на свалку выезжали и экологи и полиция в райотделе говорят поскольку гора отходов солидная помимо админнарушения решается вопрос об открытии и уголовного производства на данный момент во Львове критическая контейнеры переполнены около 50 фур стоят на штрафплощадках в различных областях об этом сегодня заявил мэр этого города Андрей Садовой сейчас во Львове собралось около 1000 тонн отходов и каждый день их количество увеличивается еще на 500 тонн по словам Садовова перевозчики заявили что не могут вывозить мусор за пределы области поскольку машины просто не возвращаются на сегодняшний день больше 1000 тонн отходов не вывозно из Львова 257 майданчиков переполнены все машины которые сегодня транспортуют отходы за межи Львовской области заблокированы это приблизительно 50 машин по Украине я правда не знаю кому в голову пришла такая думка одновременно блокировать все машины которые везут смяты из Львова по Украине немедленно прекратить свозить свои отходы в область потребовали от Садового депутаты Полтавского облсовета такое обращение они приняли во время сегодняшней сессии стихийные свалки начали появляться здесь еще в октябре минувшего года на прошлой неделе задержали целый караван машин с бытовыми отходами 8 фур просто заставили развернуться в сопровождении полиции и выехать из области их остановили неподалеку от Кременчуга 2 даже успели разгрузиться на берегу Днепра сегодня народный депутат Сергей Каплин заявил что зарегистрировал законопроект об ответственности мэров за нелегальную перевозку отходов за добу тут выкидают 15-16 автомобилей выкидают бля речек выкидают в районе аэропорта в селах сквозь сегодня проголосовали нашу идею о создании штаба чтобы мы контролировали фактически и монетировали как сюда заезжают сметки фиксировали сделаем горячую линию и сразу принимали решение про карные справы стенка на стенку так минувшей ночью выясняли отношения две молодежные группировки в Харькове по словам очевидцев в парк победы на осалтовке съехались около 200 человек с явным намерением подраться на место приехали также около двух десятков экипажей патрульной полиции копам удалось предотвратить это массовое побоище но уже через некоторое время в том же районе в бутербродной молодому парню прострелили руку стрелял по данным полиции ранее судимый мужчина его уже задержали и давайте снова вернемся к теме судебного заседания по делу Романа Насирова Анна Каменьева с нами снова на связи Аня, здравствуй еще раз какие последние новости? Наталья, заседание все еще продолжается после громкого прокурорского заявления о двойном гражданстве Насирова адвокаты сделали свой ход и опять вспомнили о состоянии здоровья своего подзащитного выступили с предложением с повторным ходатайством провести судебно-медицинскую экспертизу состояния здоровья Насирова чтобы удостовериться может или не может он принимать участие в заседаниях на что прокуроры возразили конечно же и заявили что показаний врача института кардиологии как и соответствующих документов которые есть в материалах дела достаточно в итоге суд решил отказать в удовлетворении ходатайства адвокатов но защита все же утверждает что состояние здоровья Насирова неудовлетворительно хотя на вид так и не скажет что ему плохо он разговаривает отвечает на вопросы кстати после перерыва опять же заявил что не является гражданином Британии или Венгрии сейчас суд как раз смотрит видео как же задерживали и вручали подозрение господину Насирову напомню это произошло в больнице Феофании только после этого планирует приступить к вопросу об избрании ему меры пресечения напомню прокуратура требует его взять под арест или же альтернатива это залог 2 миллиарда гривен именно на такую сумму по данным следствия и нанесен ущерб действиями Насирова студия спасибо Аня Аня Каменева об очередном инсайте по делу Романа Насирова пока руководители судят его подчиненные на местах зря времени не теряют очередной удар по репутации фискалов нанес закарпатский таможенник в свободное от работы время он перевозил за границу наркотики задержали его в Венгрии все подробности узнаем у Марины Коваль на выходных венгерские пограничники задержали двух жителей Закарпатия в пункте пропускать из Загань авто успешно прошло контроль с украинской стороны а вот венгрии во время осмотра легковушки нашли 4 килограмма наркотиков водитель заявил о запрещенном Грузии не знал его отпустили а вот пассажира задержали контрабандистом оказался сотрудник закарпатской таможни первым об этом сообщил губернатор с Геннадием Аскаль активистам удалось раскопать информацию о задержанном таможеннике выяснили ему 31 год он работал сначала кинологом на таможне а последние два года служил на таможенном посту Батьева сам еще поженат судя по фотографиям на его странице в фейсбуке обожает кошек и играет в фейнтбол мы побачили что он перебывает в друзьях с так званым Олегом Монером который уже освободен из органов ДФС так само митником который был взят на хабаре 3 месяца до этого и во время обшивки были найдены так само наркотические речевины и Олег Монер также работал в Батьеве таким образом это два товарища которые имеют отношение до потоков наркотиков незаконных потоков наркотиков через митницу на Закарпатской таможни не опровергают и не подтверждают информацию о личности задержанного в Венгрии таможенника на официальном сайте лишь разместили сообщение что начали служебное расследование подозреваемого сотрудника уже отстранили от должности и планируют уволить в полиции и прокуратуре говорят раньше таможенник контрабандист в их поле зрения не попадал по венгерскому законодательству за хранение перемещение и распространение наркотиков таможенника могут отправить за решетку на срок от 5 до 20 лет Марина Коваль Юрий Ковалев подробности телеканал Интер Ужгород Германия ждет извинений от Турции за сравнение нынешней немецкой политики с нацистской которые прозвучали из Устердагана а власти Австрии призывают запретить агитацию в поддержку турецкого референдума во всех странах ЕС все подробности этого конфликта у Татьяны Лагуновой ни дня без скандала Берлин и Анкара не перестают выяснять отношения сначала в Турции арестовали немецкого журналиста по обвинению в терроризме затем в Германии запретили публичное выступление турецких министров с агитацией за конституционную реформу которая усилит власть президента Эрдогана и вот новый виток и спровоцировал его лично президент Турции Германия вы не имеете никакого отношения к демократии и должны знать что ваши нынешние действия ничем не отличаются от нацистских и пригрозил если захочет то приедет в Германию и будет лично призывать проживающих в стране турецких граждан голосовать за реформу конституции на апрельском референдуме если я захочу приехать в Германию то сделаю это и если вы не позволите мне говорить я подниму на ноги весь мир выступление Эрдогана шокировало официальный Берлин неприемлемые чудовищные абсурдные так отреагировали немецкие политики на слова президента Турции они требуют от Реджепа Таипа Эрдогана извинений за сравнение немецкой политики с методами национал-социалистов чем ответить если извинения не последуют немецкие политики пока раздумывают среди предложений остановить переговоры о вступлении Анкары в ЕС и отменить миграционную сделку между Турцией и Евросоюзом но пока немцы ждут извинений их уже поддержали соседи канцлер Австрии призвал запретить акции турецких политиков в поддержку конституционного референдума во всех странах ЕС Татьяна Луганович Слав Фролов подробности немецкое бюро телеканала Интер на сегодня это все информация постоянно обновляется на нашем сайте подробности Юэй хороших вам новостей и до встречи завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин